С нами на связи Вадим Можейко, координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. МОК еще не принял решение об участии спортсменов в ЗРФ и Беларуси в Олимпиаде. В Париже 39 депутатов Европарламента в письме на имя главы МОК Томаса Баха призывают внести ясность в процедуру допуска этих спортсменов. Ну и предлагают в качестве условия участия требовать от них подписать документ с осуждением российской агрессии против Украины. В РФ заявили, категорически это все не подпишут, да? А как могут отреагировать белорусские власти? Действительно, мне кажется, с белорусскими спортсменами все даже проще, чем с российскими, потому что еще с 2020 года, после мирных белорусских протестов, к которым, как я понимаю, мы еще вернемся, то есть это годовщина как раз. Так вот, вообще тогда есть те спортсмены, которые подписали письмо о том, что они против насилия, о том, что они за свободу. И есть спортсмены, которые в Беларуси преследуются, к которым нужно были выехать. А есть спортсмены, которые подписали письмо в поддержку Лукашенко и, в общем, продолжают с этим солидаризировать. Поэтому, по-моему, все довольно очевидно, какие белорусские спортсмены действительно поддерживают режим Лукашенко и вряд ли место на Олимпиаде. И, с другой стороны, столь же понятно, какие белорусские спортсмены выступали против насилия, в общем, еще и раньше. И, очевидно, да, у этих спортсменов не будет такой проблемы с тем, чтобы еще раз публично заявить, что, конечно, они против, в том числе и российской агрессии в Украине. Поэтому, действительно, это, мне кажется, важный способ разделения, потому что очень легко, конечно, просто, если есть одинаковые спортсмены, все белорусские. Ну, да, и оказывается, что у меня белорусский паспорт, у Лукашенко белорусский паспорт, и мы как бы одинаковые. Понятно, что это не так, но, конечно, в деталях связано, чтобы добраться сложнее. Поэтому вот эта возможность судить непосредственно по тому, что человек делает, какова публичная риторика, что он говорит, кого он поддерживает, вот это действительно важно. И это то, что, собственно, будет стимулировать спортсменов к правильным действиям. Чтобы они понимали, что если ты сидишь в диктатуре, уютно пользуешься ее всяческой поддержкой, а белорусские спортсмены еще по советской традиции часто приписаны к каким-нибудь главным структурам, имеют какие-нибудь воинские звания. Например, там, биатлонистка, а при этом какой-нибудь капитан КГБ. Вот, чтобы такие спортсмены понимали, что это плохая идея. Да, да, да. Да, чтобы понимали, что это не поддержка в их спорте будет, а вообще-то, наоборот, это будет им мешать. И, соответственно, да, если ты будешь выступать за нормальные ценности, ты будешь выхождать войну, ты будешь за свободу, то это как раз тебе откроет двери, в том числе на спортивные соревнования, чем, собственно, спортсмены не заинтересованы. Мне кажется, это очень правильная система стимуров. Ну, было бы странно, да, чтобы какой-нибудь спортсмен, который на самом деле является там лейтенантом ФСБ, там, вооруженных сил, да, или МВД, высказался против войны, это странно бы звучало. Так же, как и странно видеть на соревнованиях такого спортсмена на Олимпиаде, да? Ну, да, понятный вопрос, в том числе противоречия олимпийским принципам, которые вообще-то, да, там, за... И понятно, когда люди рассказывают, что они там, значит, вне политики, а при этом вчера они выступают на каком-нибудь митинге Путина в Лужниках или играют в теннис с Лукашенко, то, как бы, все вне политики заканчивается ровно на том, что они боятся занять политическую позицию для того, чтобы, в общем, не потерять какие-то свои бенефиции. Ну, а, конечно, вот такие люди, на мой взгляд, особенной как-то неуважения и не заслуживают. Я помню, да, на Олимпиаде 80, по-моему, был лозунг такой «О спорт, ты мир», да? По-моему, в России забыли этот лозунг и забыли уже очень давно. Ну, в России-то много чего забыли, тут нет только «Спорт, ты мир», насчет того, что там «Мир, ну, мир – это хорошо». Война – плохо, фашизм – это плохо, не надо всегда вырисовать полусвастики. Так что, прямо скажем, спорт – это, наверное, не самое главное, где россияне спрашиваются были. А скажите, давит ли режим Лукашенко на белорусских спортсменов? Какие настроения среди атлетов? Могут ли они отказаться, например, выступать под нейтральным флагом, ну, если будет такое решение? Ну, действительно, я бы разделял, есть те спортсмены, которые, да, остаются в Белоруссии, которые входят в официальные федерации, их, собственно, Беларусь и направляет. И понятно, да, что такие спортсмены лояльно выступают под красно-желёным флагом, они никак не выступили против войны, ну, потому что, если бы они выступили против войны, да, находясь в Беларуси, то они оказались бы не на Олимпиаде, а за решёткой. Понятно, что эти спортсмены, конечно, относятся, да, на них, можно сказать, режим давит, но, с другой стороны, знаете, это как сказать, что Путин на своих олигархов давит, что есть люди, вот, олигархи, спортсмены, которые, они, конечно, в зависимости от диктатуры, они и сами несвободные люди, но в то же время они непосредственно получают бенефиции от таких режимов, и поэтому сказать, что они будут жертвы, на которых давят, тоже как-то не приходится. И вот после 2020 года произошло ещё важное, когда появился Белорусский фонд спортивной солидарности, который как раз объединяет спортсменов, которые против насилия, против режима Лугашенко, и который как раз, да, занимается, в том числе, поддержкой спортсменов между соревнованиями, им нужны базы, тренировки, вот это всё, и который как раз прорабатывает возможность, чтобы непосредственно от него спортсмены могли заявляться на Олимпиады, потому что ты же не можешь просто прийти на Олимпиаду и сказать, знаете, я хороший человек, я против войны, хочу участвовать в соревнованиях. Тебе скажут, что извини, но это должна какая-то страна заедеть, так что устроено. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы действительно те спортсмены из Белоруссии, из России, которые хотят выступать на соревнованиях, хотят быть против войны и иметь при этом возможность, да, заниматься спортом, чтобы у них такая возможность была. И вот хорошо, что, да, Белорусский фонд спортивной солидарности как раз такие возможности и пытается создавать. Польша вместе с государствами Балтии обсуждает шаги, алгоритмы на случай полного закрытия границы с Белоруссией. Ну, если этого потребует ситуация, об этом сообщают у министра внутренних дел Литвы Агни Белотайте. 28 августа в Варшаве будут согласованы финальные детали того, как будут выглядеть вот эти синхронные закрытия границы. Напомним, 16 августа правительство Литвы официально приняло решение закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией с 18 августа. Вот как отразится это на Белоруссии и ее гражданах, если вот это окно в Европу закроют совсем? Действительно, очень важная формулировка вопроса, потому что обычно, когда вот говорят о закрытии границ, понятно, что думают совершенно не о гражданах Белоруссии, думают о тех международных компаниях, о Китае, странах, которые занимаются транзитом товаров из Азии в Европу и обратно через какие-то территории. И понятно, что в условиях войны через Белоруссию значение возрастает. И понятно, что да, это в том числе возможность так вот косвенно надавить на режим Лукашенко, что понятно, что тот же Пекин совершенно не заинтересован в таких проблемах на границе, ведь вот это закрытие двух из шести пунктов пропуска литовцев, это что значит? Значит, что все дальнобойщики приехали на остальные пункты пропуска, очереди там удлинились, затраты, соответственно, выросли. И понятно, что все это проблемы, в которых в общем ни бизнес, ни страны, там импортеры-экспортеры не заинтересованы, и все, кто может послать всегда у Минского, что давайте, ребята, вы притормозите там свою эскалацию и не портите и без того плохие отношения с Польшей-Литвой, такие сила послали. Но, конечно, в этой ситуации действительно оказываются крайними, это те, собственно, белорусы, которые в условиях неработающих авиарейсов на Запад, потому что, напоминаю, после того, как режим Лукашенко занялся авиапиратством, и посадился в Барбат Ран-Ир, чтобы захватить Романа Протасевича, с такой пор самолеты на Запад из Беларуси не летают. И в такой ситуации есть люди, например, родственники политзаключенных, родственники политмигрантов или политзаключенных, которые уже вышли на свободу, выехали в Польшу, Литву, и да, эти родственники, например, пожилые родители, которые не могут как-то уехать, да, они вот к своим детям, родным, так вот ездят в Тодусы, в Варшаву, в Вильнюс, но в итоге они пострадают больше всех, потому что как раз там богатый бизнес, который там все-таки ближе к Лукашенко, как-то богаче, а если люди без проблем будут летать в Европу самолетами через Стамбул, через Дубай, это все доступно, это все вопрос просто издержан. А как раз вот те белорусы самые такие, которые есть на автобусах, у которых негде взять деньги на трансферы через Дубай, вот они пострадают больше всех, ну и прямо скажем, менее всего справедливо, потому что, понятно, там, да, если ваш брат, например, там полициямигранта и нужден бежать из Беларуси, потому что ему угрожают много лет тюрьмы, то вряд ли как бы вы как-то виноваты в режиме Лукашенко. Кажется, ваша семья больше всех участвовала в том, чтобы помешать всему, но в итоге есть люди, я кажется, боюсь крайними, и это, конечно, печально. Вадим, вот пока обсуждается закрытие границ, да, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами, кстати, при содействии белорусских силовиков. Вот на фоне этих угроз Латвия отменила отпуска даже для пограничников, а Польша объявила, что перебросит на границу с Беларусью дополнительно, по-моему, 4 тысячи военных, после чего общее количество, там, их составит 10 тысяч. Ну, европейцы обеспокоены ситуацией на границе и возможными провокациями со стороны тех же вагнеровских наемников. Вот, как по-вашему, может ли режим Лукашенко разыграть очередной миграционный кризис на границе? Или пойдет по сценарию военных провокаций? Вот накануне заместитель министра внутренних дел Польши Маций Вонсик, он заявил, что, я хочу процитировать, Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы в 7-15 октября, дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации. Какой вы видите ситуацию? Ну, мне кажется, да, сутка, про польские выборы все им порятны от поляков. Если сны беспокоятся уже всех разговоры про последние выборы, вряд ли об этом так сильно думает режим Лукашенко. Сейчас, конечно, не те ситуации, когда можно было бы вот такими более сложными технологиями играть. Но, действительно, вы совершенно правы в том, что миграционный кризис, он не просто используется, а он, в общем, и не прекращается, потому что он тут медийно, в общем-то, закончился осенью 21-го года, когда было наиболее сильное противостояние на русско-польской границе. Но с тех пор, если посмотреть на данные, которые ежедневно публикуют в Твиттере поляки, литовцы, латыши, мы видим, что количество мигрантов, которые пытаются пересечь границу, оно, в общем-то, не уменьшается, а наоборот, растет. Оно колеблется в зависимости от того, против какой страны сейчас бы Минск был заинтересован провокацию провести. То есть, понятно, такой тоже антигуманный процесс, когда вот эти мигранты из Лижнего Востока их инструментализирует режим Лукашенко, просто использует как бы такое оружие против соседних стран. Понятно, что уж точно никто тут не думает о судьбах этих людей, которые, в общем, тоже не от хорошей ситуации в своих странах пытаются в Европу бежать, но они тут оказываются, что ужас, кто оказывается абсолютно крайне. Но в такой ситуации, конечно, никто не готовится осуждать Польшу или Литву, что они их не стараются принимать. И в такой ситуации, конечно, для Лукашенко выгодно от кризиса эскалировать. Это его способ давления на соседей. И, конечно, небезосновательные есть опасения, что вагнеровцы также могут в таких группах участвовать. То есть уже регулярно были случаи того, как мигранты закидывали камнями, например, автомобили польских пограничников. Понятно, что мигранты не заинтересованы, например, использовать оружие, даже если им его предложат. Потому что, в общем-то, мигранты-то, опять же, меньше всех хотят вмешиваться с Лукашенко, они просто в Европу хотят попасть. Им уже стрелять никого не надо. А вот вагнеровцы, понятно, они-то почему бы и не подстрелять, это дело не новое. И, конечно, поэтому небезосновательные такие опасения. Ну, и поэтому здесь, мне кажется, важно напомнить про инцидент, который был недавно, когда на Брестской области, на территории Польши, там, три белорусских вертолета, в общем, заметили местные жители, они военные. Да, на сверхнизкой высоте нарушили границу. Да-да-да, и Польши Коминобороны в итоге это пришлось признать. И здесь, понятно, очевидно, кто виноват, понятно, что не Польша, а Минск. Но, с другой стороны, вот у меня, почему у Лукашенко вопросов нет, с ним-то все понятно. А вопрос, собственно, куда смотрели польские военные? Ну, как бы, что это, новость какая-то, что может быть угрозный с территории Беларуси? Почему, собственно, могут так залетать в автолеты? Может, и вагнерцы могут заходить? Ну, что это такое? Поэтому, в этом смысле, вот реакция, то есть Польша, Литвы, Латвия, да, укреплять границу, судить за обороной, чтобы бортовоты не залетали, вагнеры все не заходили. Мне кажется, абсолютно адекватная реакция, и этим, собственно, и надо заниматься. Он не разумный. Ну, вот вы уже сказали о наемниках Вагнера, о этих террористах. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Они сообщают, что на территории Беларуси находятся от 4 до 4,5 тысяч вагнерцев, которые продолжают прибывать в страну и проводить учения с местными подразделениями. Вот я встречал цифры, что сейчас, возможно, их там и 6,5 тысяч. Вот информация о вывозе части наемников из Беларуси в Россию по-прежнему не получила подтверждения. Вот также не фиксировали специальных рейсов с наемниками из Беларуси и в Африку. А как долго будут тренировать местных наемники, да, вот по-вашему? И что дальше? Оставит ли их Лукашенко для своей охраны? Или они, наоборот, будут присматривать за ним по указанию из Кремля? Ну, безусловно, Багнер — это сейчас такой некоторый джокер, который... Если вот кому-то казалось, что в Беларуси недостаточно напряженно, вот это простая ситуация, но вот Багнера там еще не хватало, действительно. Понятно, что это несет колоссальные дополнительные риски для всех. И для режима Лукашенко, которому вот такая вот слабо-контролируемая сила не очень нужна. И вообще, я думаю, что любой правитель, который приютил у себя наемников, которые уже у соседнего правительства устроили переворот, ну, прямо скажем, надо быть совсем дрожь в том, чтобы риски не понимать. В этой ситуации, конечно, Лукашенко такой оказал в зал фугу Путина, наследие к Вагнеровцам славить, все, в общем, удовлетворение на тот момент. Но, конечно, тут не до конца понятно ни отношение Путина с Вагнеровцами. С одной стороны, вроде, они должны быть очень главными врагами, а при этом, вроде бы, как Путина с Пригожиной. Возвращаются, и все нормально. Действительно, непонятно, мне кажется, самим Вагнеровцам тоже не очень понятно. Окей, куда им дальше, что им надо делать? Потому что это войско наемников, которые, в общем, в долгосрочной перспективе не могут существовать без работы. Очевидно, что в Беларуси масштабной работы для них просто нет. Поэтому, понятно, можно там, вот сейчас там на лагере у себя отдохнуть, по-действующим, и самим потренироваться, немножко подзаработать, там, на русских военных потренировать. Опять же, если подставить в сторону все моральные вопросы к Вагнеровцам, очевидные, то, с точки зрения, ну, просто военные, ну, да, на русские военные в воинах не участвовали. Вагнеровцы участвовали во всех прям последних актуальных, во всех континентах. Ну, да, у них, наверное, есть какой-то полезный боевой. Конечно, как это влияет на воральный дух армии, очевидные угрозы, но боевой опыт какой-то есть. Ну, понятно, что бесконечно продолжаться не может, просто Вагнеровцев финансирование неоткуда взять в привычных масштабах Беларуси. Очевидно, они будут искать себе какие-то направления работы. Да, возможно, используя Беларусь как такую перевалочную базу, раз Лукашенко надо это подвязался. Но, мне кажется, ключевое в том, что, как говорил сам Лукашенко, что если Вагнеровцы хотят в Беларуси, он должен себя перекантоваться, то это за их счет. То есть Лукашенко не собирается Вагнеров финансировать, как это делал Путин, и неоткуда ему это, и не за что. А собирается, наоборот, сам за их счет получать. Поэтому, таким образом, Вагнерам придется искать какую-то работу. Посмотрим, что это будет развиваться. Вот уж что совершенно непредсказуемое, чем тут мыслит господин Пригожин, как он планирует свои операции. Показала ростовская история. То ли очень хорошо планирует, то ли очень плохо. Поэтому, я тут даже не берусь предсказать, куда они денутся, но таким дестабилизирующим вооруженным элементам в Беларуси они тоже могут сказаться. И, может быть, еще сыграют какой-нибудь и неоткуда, наверное. Знаете, тут даже как-то и не позавидуешь Лукашенко в этой ситуации. Такое впечатление, что Путин держал в руках такую тикающую бомбу с часовым механизмом. Потом говорит, Лукашенко, подержи пока ее у себя. Может, она взорвется, может, нет. Но главное, подальше от меня. И вот, мне кажется, что Лукашенко сейчас находится в состоянии вот такого человека, который держит в руках эту бомбу и не знает, что с ней делать. Назад не отдашь ее, а у себя держать страшно. Вы помните, как он отыграл назад, да, Лукашенко? Когда он говорил, что вот тут бравые ребята из Вагнера хотят прогуляться в Жешу, прогуляться в Варшаву. А потом сказал, что нет, я как бы по-другому. Я наоборот, я вот их сдерживаю здесь, чтобы они никуда не пошли. И такая вот странная игра, и видно, он пытается на этом шпагате все усидеть, а оно все тихает и тихает. Ну, это традиционная политика Лукашенко сидит на шпагате. И действительно, да, говорят там про Варшаву, про Жешу. Это говорил как раз в контакте встречи с Путиным. Повторяем путинскую антипольскую риторику. Понятно, что с Лукашенко нет никакого интереса ввязываться в войну со странами НАТО, такими вот прокси-вагнерами. Понятно, что никто не поверит, что они сами прогулялись. А Лукашенко тут ни при чем. И понятно, что война с НАТО для вагнеровцев, для белорусской армии, станет совершенно трагической. Поэтому никто из них самих, в общем-то, не заинтересован. Поэтому, конечно, да, его потом попытки сказать, что ой, это была шутка. Ну, это так себе шутка, это было. Подыгрывание путинской риторики. Лукашенко, что у него не отнять шутить, он вполне умеет. Он с собой тоже, так что обычно тут юмор так себе вышел. Ну, действительно, я согласен, что ситуация, где он сейчас оказался, ему не позабидуешь, это правда. Но здесь всегда полезно помнить, что, в общем, Лукашенко сам себя в эту ситуацию загнал. Это реализация тех рисков, тех негативных сценариев для него самого, в том числе, которые, да, были заложены уже осенью 20-го года, когда Лукашенко ради сохранения слагей власти, кто был пойти, в общем, на еще большую сдачу Путину, еще большую часть от него зависеть, солидаризироваться с российской пропагандой и белорусскими медиа, допустить возможность вхождения российских войск. И потом, собственно, во многом именно из-за этого Лукашенко оказался соло-агрессором, потому что, в общем, не мог противостоять российским войскам и мешать им входить в белорусскую территорию. Вероятно, что не этого хотел. Лукашенко было гораздо комфортнее в статусе семянутворца по Украине. Он, собственно, видели, как последние полтора года Лукашенко и сам все время пытается весьма отустроить миротворца, как бы уже совсем не то, что было пять лет назад. Но в итоге, да, это все те риски, к которым он сам привел. Лукашенко было, в общем, в 2020 году, либо, по-честному сказать, что, да, проиграл выборы, я ухожу, либо хотя бы, да, согласиться на принадлежение своих противников, действительно, с операционным советом, с корреспондентом переговоров, договориться с принцами власти и, в общем, избежать всех проблем, с которыми сейчас он столкнулся, вся Беларусь. Поэтому Лукашенко тут жалеть не приходится. Жалеть остается, да, как раз, вот, первые белорусы, которые в 2020 году, в том числе, вот, против каких рисков выступали, они хотели, чтобы страной управлял авторитарий, который может ради сохранения своей власти вот в такое буду вернуть Беларусь. Понятно, что белорусских интересов по всем это совершенно не просматривается. Ну, к сожалению, вот мы видим, что бывает, когда один авторитарий при поддержке Кремля остается у власти, каким это риском может привести и для Беларуси, ну, и, в общем, для всех соседних стран. Очевидно, что, если представить себе ситуацию, там, и в глазах, и Литвы, и Польши, и Украины, очевидно, что всем было бы очень лучше, чтобы в 2020 году белорусский процесс победил, и власти Беларуси были люди, которые точно не хотят насилия, не хотят связываться в российскую войну, которые не обязаны своей властью Путину, которые могут идти на нормальный диалог с Западом, потому что у них не так спорчено отношение, как Лукашенко. Но, видимо, всего этого не произошло, и поэтому имеем все, что имеем. Ну, видите, пока вот Лукашенко то угрожает Европе, то говорит, что пошутил, Пригожин уже зарегистрировал в Беларуси компанию группа Вагнер, которая будет заниматься, я процитирую, образовательной деятельностью. Вот, фактически, он уже легализовался в стране. Что вы думаете об этом? Ну, я думаю, действительно, в последние дни к мне часто задается вопрос про регистрацию. Мне кажется, это все довольно банально. Если ты хочешь вести какой-то бизнес, какие-то коммерческие операции, что-то не знаю, то, что он, конечно, давай в Америке покупать в Беларусь буквально, то тебе нужно какое-то юрлицо. Только в Беларуси, как и в России, чувака нелегальные, ты не можешь зарегистрироваться, сказать, что мы чувака Вагнера, и, значит, наша основная деятельность это убийство людей и наемных счетов. А понятно, ты говоришь, ну, образовательными услугами заниматься. Ну, все-таки такое придумываешь. Ну, по-моему, это правда, в формальный момент регистрации юрлицактора, ну, глобально это вообще ничего не изменяет. Вы знаете, у нас остается буквально минута в эфире, но хотелось бы очень обсудить еще один вопрос, буквально коротко. Но это вопрос очень важный. Оппозиционный телеграм-канал показал ролик о том, как проходили акции протеста в Беларуси в 2020 году. Вот авторы так пишут об этих событиях. Три года назад Минск превратился в море белокрасных, белых флагов, а в воздухе царила атмосфера единения и свободы. На улице вышли сотни тысяч белорусов. Марши и акции протеста в тот день прошли по всей Беларуси. От областных центров до небольших городов и даже деревень. Вот это видео вдохновляет. Некоторые участники акции протеста говорят, если я правильно произнесу по-белорусски, квитак Бершня Будзе. Скажите, возможно ли свергнуть режим Лукашенко мирным путем? Действительно, доставший год оказал, что мирная, максимально мирная революция, да, не обнялась успеха. К сожалению, да, исходя из этого, многие делают, кажется, такую логическую шлифку, что, мол, раз вот такой прекрасный, супермасштабный мирный протест цели не добился, ну, значит, из этого как бы должен был добиться или не мирный протест. Мне кажется, это довольно-таки логическая ошибка и неверная, потому что, в общем, вполне можно себе представить ситуацию, если зная, что Путин уже, в общем, планирует вторжение в Украину, ему для этого нужна белорусская территория. В общем, белорусский не мирный протест закончился бы вводом российских войск, в ситуации Беларуси, и дальше, собственно, именно тем, не мне, Украине рассказывать, чем втолкнулись бы. Поэтому это именно те риски, которые были, и действительно в ситуации, сейчас у Скринга понятно, что это вторжение России, а тут бы Беларусь, Путин рассказывал, что он просто помогает войсками союзников, по ДКБ. Кстати, потом видели в Казахстане, как это бывает, когда высаживается десант войск ДКБ, и, в общем, революция на этом заплевывается. Поэтому, к сожалению, иногда не все срабатывает, нет гарантированных рецептов революции, ни мирных, ни немирных. Всегда у всех есть и риски, и все остальное, и шанс не победить на опаско-срочной перспективе особенно. Но, в теканчивый 2020 год, конечно, это все равно остается. И там вдохновляющие истории, что глядя на эти кадры, нельзя не вдохновляться всеми этими людьми. Да, уверен, в 2020 год он показал, что белорусы неравнее режима Лукашенко. Белорусы готовы. Да, Вадим? Я думаю, что те кадры, которые мы увидели, они показали, что белорусы давно готовы. И вот, что послужит триггером, мы уже увидим, я думаю, в ближайшем будущем. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Вадим Можейко, координатор Берлургской экспертной сети. Наше мнение было в эфире Фридома. Спасибо. Всегда рады вам на нашем канале. Спасибо, что откликнулись. Постоянно. Слава Украине, живя Белоруси. Героям слава. Спасибо.